Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. Сегодня 14 февраля, а это значит, что уже у многих игроков Battle Pass начинает подходить к концу. Сегодня мы с тобой поговорим и посчитаем, сколько я заработал с Battle Pass, что успел забрать, ламбу или феру, пообщаемся с другими владельцами автомобилей из Battle Pass, спросим, сколько они задонатили, и самое главное, сколько же заработали разработчики с этого Battle Pass. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, готов что-то покушать, а мы начинаем. Давайте кратко, так как вся информация про Battle Pass есть уже в отдельном ролике, ссылку на него оставлю в описании. 25 декабря 2022 года добавляет первый на Смотру Battle Pass, всего лишь за каких-то символических 800 рублей, со словами, что это капец как выгодно, что его куча раз протестировали, и тот, кто купит его, сможет хорошо заработать и получить эксклюзивные шмотки. И в будущем, кстати, этот Battle Pass очень мощно повлияет на экономику и онлайн сервера. Ну что, давайте приступим. У меня, как бы, тоже есть Battle Pass, как и странно, вот. И так как этот видос называется «Итоги», то вам, наверное, интересно, что я успел забрать. На самом деле, я хотел немного позадротить, хоть и была мысль уже забить на игры, если честно, но желание забрать одну из тачек было больше, но после первого-второго дня я понял, что, чтобы пройти весь Battle Pass, тебе нужно буквально жить в GTA V. Поэтому я через дня 3-4 забил на Battle Pass и проходил задания чисто по приколу. А так больше в Афикашил на кейсы, которые мы открывали в предыдущих роликах, и откроем еще сегодня. Кстати, видоса, где я выполнял по приколу задания, открывал кейсы, продавал весь свой инвентарь, так как цены на все эти предметы, то есть шестеренки, пружинки, удочки, чертежи, металл, вода и так далее, колоссально выросли из-за Battle Pass, и такой спрос большой появился. Можете посмотреть прямо сейчас. Ну а после этого мы подведем итог, сколько я всего заработал с Battle Pass и что мне выпало. Я написал, что я на ламбе, ну это же можно считать, что я на ламбе, ну... Хорошо, 30 тысяч, вот, за 6 тысяч две штуки. Патрика, Патрика, вторая, вроде, но... Благодарю. Приехал за бейпом, за полтора ляма. Я так понимаю, морфин, но сначала нам надо забрать его с Battle Pass. Галерей наград, забрать. Так, полторы тысячи... Э, вот, полторы тысячи и полтора миллиона. А, морфин, благодарю, удача. Короче, у меня есть 178 шестеренок, это 302 тысячи... Пока еще раз. 178. Продаем за 302 тысячи шестьсот и передаем шестеренки. Спасибо. Хроники продаю, да? Я продаю, да. Вот. Кому из вас предлагать? Полине, Полине. Полина 228. Да. Прекрасное имя, Полина. Да. Спасибо. Удачи. Эх, Полина. Не того ты выбрала, Полина. Так, пацаны, приехали продавать ножики. Все получается? Девять штук. Все, спасибо. Да, спасибо, удачи. В итоге вышло не... Сто... Не сто тысяч, а... Сто восемь. Засибись, вечером зашел продавать. Получается, чертежи и дробовик, да? Да, да. Вот, типа, чертежный дробовик и чертежи на аптечке. Да, да. Так что, может, все за 40? Чтобы красиво было. Давай. Что, если где-то дробовик за 40, то просто за рубль скину. Давай так. Спасибо. Благодарю, удачи. Так, мне написали, что возле казино в Малиновом Х6 у меня купят водолазный костюм. А, вот. Ну, так и приехал бантовый едец. Так, вот этот акваланг из Баттл Пасса, по идее, не должен проходить из-за... Ну, на самом деле, я не знаю. Придет, не придет. Если что, просто не ко мне. А, просто к админам. Благодарю, удачи. Это можно сказать, как чел зажрался просто две ламборгини в желтых? Тогда продаем за 190 Саньку, а остальное сливаем по рублю. Все получается? Тебе что? Чертеж. Ну, дробовик, короче. Патрон дробовика. Сигаретки не будет? Какой секрет? Не, не курим, брат. Все, спасибо тебе. Давай, удачи. Так, пацаны, мы приехали в гето, здесь есть Ильюис. Ой-ой-ой. Блять, куда? Блять, бро. Говорит, что мне отдаст на шару пружинки. Я просто спросил в чате банды, типа, кто знает, по сколько их продают. Вот. И он им сказал, типа, пох, я тебе могу отдать просто так. Ну, спасибо, получается. А, вот. Ищу шестеренки, нихера. Спасибо большое. Так, продаем, получается, кроссы за 300 тысяч. И все, сливаем остальное просто на шару. Спасибо, удачи. Знаешь что, друзья? Нажимаем стрелочку вниз, battle pass, и открываем, и верим. Знаете, что мне еще отсюда не выпадало? Так, нажмите сюда. Ну, я нажимаю сюда, вот. Мне отсюда не выпадал рюкзак, который я очень хочу. Это с мишкой. Погнали. А красный это портфель. Ну, был раньше. А сейчас, когда? Это шапка. Ну, в принципе, шапку можно одеть, потому что мне маска уже, если честно, задрала. Зеленая это донат, либо деньги. Это слиток. Ну, блядь, куда бы ни шло. Ладно, еще. Но это опять деньги, что-то денежное. Блядь, опять вся цепочка, которая у меня есть, которая, блядь, под ней мне написал один человек. И то хотел спросить, почему я продаю, потому что он, это, ему она такая же выпала. Сук. Не, пацаны, все хуйня. Меняем позицию, блядь. Где мое счастливое место? Что за херня? 300 тысяч. Ну, блядь, ну что-то уже неплохо, да. Погнали дальше. И последний. Красненький, пожалуйста. Польфелик. ЛВ. Бир. Какой-то зеленый, либо белый. Пожалуйста. Понял. Накладные усы. Так, продаем шапочку Эдварду за 150 тысяч. Спасибо. Удачи. Прибай сразу качество контента, да? Сиювичник устроил. Короче, я же продавал всякие чертежи, не чертежи, шестеренки, воду, т.д. и т.п. Ну, короче, для батл пасса вот это все, да? И у меня завалялся один огнетушитель. Вот. И мне написал один человек, что хочет его прикупить. Предложил, в принципе, 200 тысяч. Так как вы, может, что не знаете, сейчас огнетушитель никак не купить. Это убранная система. Поэтому это, как бы, можно назвать его... Бра, здорово. ...эксклюзивом. Ну, привет, привет. Так, продаем кроссы за 200 тысяч. Так, за рубль берем и за рубль продаем. Все, спасибо. Все, спасибо. Так, пацаны, будем продавать цепочку. Привет, пупсик. А, привет, сладкий. Спасибо, пупсик. Все, спасибо, удачи. Нет, игры, пупсик. Подвести куда-нибудь, пупсик. Да не, спасибо. Пупсик, давай, пупсик. Давай, пупсик. Наш батько, если у нас не соромитесь наших хуев. Особо, когда они такие велетенские. Так, пацаны, мы приехали на самое мажорское место из всех самых мажорских. Это ЕКХ. Самое перекупское. Это прям пропитано этим потом денег. Вот. И будем открывать сегодня кейс. Поэтому сейчас мы откроем третий. И после этого через какое-то время откроем еще последний. Красный это вроде к добру. Пожалуйста, можно мишку, блядь. По-братски. Блядь, теперь еще надо доказывать за 100 Найлайн, понимаю. Ага, вот это, это говно какое-то. Это либо бабки, либо удочка, что-то такое, да? Ну, 200 тысяч. Ну, давай рюкзак, ну, по-братски. У меня не было мишки, блин. А, говно, короче, не повезло нам. Не, будет прикол, если сейчас мишка синего лупит. Ага, суприм. Короче, эти шапки нихера не стоят. И не стоят по 100 тысяч. Мне не повезло. Короче, пацаны, открываем последний кейс в данном батл пассе. 10 из 10. Погнали. Это донат. Либо бабки. Что-то такое. Либо опыт. Опыт, наверное. Это, кстати, цепочка, которую я даже себе оставлю. На память, как бы, о батл пассе. Вот. И все, что у меня вот осталось. Эти две шапки, усы и эта цепь. Но, чтобы дальше не задерживать ролик, я просто вам расскажу, что я дальше и так же ездил по местам и продавал одежду или же предметы для выполнения заданий с батл пасса. И подсчитал все предметы, которые я продал, все предметы, которые мне выпали из батл пасса в первой, второй и в этой серии. Вышло, что за весь этот пропуск я смог заработать 13 миллионов 375 тысяч рублей. Вроде немало, а с другой стороны смотришь, типа челы, медведи за 10 лямов вытаскивают. Хз. Пишите в комментариях, что вам выпадало. Не смог, пацаны, добраться к тачке, но есть люди, и их, кстати, достаточно много, которые смогли и забрали либо Центенарию, либо F12. Поэтому давайте спросим, кто они, сколько потратили доната и времени на данный батл пасс. Привет, представься и расскажи вообще, как давно играешь на Смотрю. Привет, мой никнейм Слип36, играю очень давно, 3000 часов. Ну, меня Аврам зовут, на Смотре полтора года, наверное, где-то примерно уже. Вопрос по батл пассу, конечно же. Ты на него донатил или покупал за игровую валюту с рук? Донатил. За свои деньги все покупал. Самое главное, что интересует всех, донатил ли ты на задания с батл пасса? Некоторые задания, да, скипал там, плюс падало вообще с наград. Получается, с награды кейса, и с них тоже падает донат. Скалова тоже скипал задания. В общем, я не знаю, ну тысяч, наверное, 5 рублей ушло. Много на что донил я. Но полностью в рублях у меня за весь БП 30 тысяч ушло. Работа, почти все работы, да. Я только ДБ сам проходил, проходил самолеты и курьерку, кроме пятого ранга. А задания по типу скупить, скрафтить, это ты выполнял тоже сам или скупал уже у людей с рук? С рук я покупал. С ребенки, вот это вот, все фигню. Очень долго, если это все самому крафтить, это очень много времени все это покупать. Сам дел. Вот ты ожидал в конце либо Центенария, либо F12. Что тебе больше хотелось? Больше хотелось Ламборджини, конечно. Ну, она едет побыстрее на 10 километров, у нее пределка больше. Странно, вот почему так сделали. Я думал, у них одинаковая определенная скорость. Центенария хотел, а я вообще чуть ли не заплакал, когда Центенария увидел. А Таш, что вообще о машине скажешь? Сколько на нее стоит внешка, там, внутрянка и как едет Хендлинг ее? Хендлинг вообще крутой, едет очень хорошо. Чип пришлось подбирать, конечно, но быстро. В общем, на ФТ, наверное, ушло вот все-все-все лямов 10. Ну, не больше 15. Машина кайфовая, только непонятно, что с ценой утиля. Потому что, по факту, это тот же самый и Вентадор. Так, и Вентадор сколько там, 50-60 утиль? А на 37 почему-то. И Феррари тоже самое. Ну, как-то непонятно, не знаю. Короче, губа, она становится большой слишком. Она мне не понравилась. Получается, в пороге там просто цвет убирается, понял? Черный становится. И вот это сзади, где элементы, ну, цветные, они становятся черные. Ну, короче, бесполезно вообще убирается тут. Ну, там что-то каждое по полтора-два миллиона стоит, чтобы поменять. ФТ около десятки. И что ты будешь делать с машинами? Оставишь ли себе или будешь продавать? Блин, ну, из-за того, что потрачено очень много времени. Я буквально, вот, месяц просто сидел, не вылазил. В онлайн, не знаю, часов по день в день был, чтобы это все пройти. И продать просто, я смотрю, сейчас баги продают за 20 миллионов. Феррари, ну, пока видел самую низкую цену, 190 вроде вообще ставили. Ну, жалко за эти деньги и их, ну, отдавать эти машины. Проще оставить себе, да и кататься в коллекции пусть будет. Может быть, если, ну, предложить нормальную сумму денег или какой-нибудь обмен, там, с доплатой, то подумаю, конечно. Баги я успел продать его за 50 миллионов в первый же день. Ну, смотри, я так считаю, что если она больше 300 не уйдет, тогда она у меня останется. Как-то так, типа, я ее в 300 оцениваю. Говорили же то, что по 400 миллионов они должны стоять вообще. И утиль делают 37, ну, странно как-то. И последний вопрос, какие у тебя вообще впечатления от Батл Пасса и будешь ли ты покупать следующий, если он, конечно же, выйдет? А, следующий, наверное, покупать не буду, потому что у меня не будет столько времени играть. Это вот сейчас, новогодние праздники, вот это вот все было, я как бы мог себе позволить. А так, не знаю, посмотрим там, какие машины будут, что там вообще будет. Может быть, я его куплю, чисто из-за шмоток, но проходить, наверное, я не смогу. Чисто, чтобы крутить кейсики там, для этого, может, приобрету его, да и все. Пока еще не знаю, впечатление, ну, такое себе на самом деле. Думал, проще будет все намного. Ну что, спасибо за интервью, за то, что уделил время. Ну и теперь самое главное, сколько заработали разработчики из Мотра Рейдж с помощью своего первого Батл Пасса. Сразу предупреждаю, инфы у меня нет, она мне приснилась, короче говоря, из воздуха. Верить мне или нет, это ваше дело, это просто статистика, которую я собрал, играя на сервере. Значит, первое, это Батл Пасс. Это первый Батл Пасс на Смотре, и поэтому никто не знал, как он будет выглядеть и что из себя представлять. Поэтому это тоже такой фактор, почему они заработали на нем много. Стоит Батл Пасс всего лишь 800 рублей. Самый сложный сейчас вопрос, это сколько людей купили Батл Пасс. Плюс, Смотра еще хитрое, она разрешила продавать Батл Пасс за игровые деньги, что еще больше увеличило спрос и продажи Батл Пасса. Так как у меня все приблизительно, давайте возьмем число в тысячу людей. Соответственно, тысячу людей множим на 800 рублей один Батл Пасс, и выходит, что Смотра получила 800 тысяч рублей. Но на самом деле это число может быть в полтора, в два, а то и в три раза больше. Известно только самим разработчикам. И второе, это то, что задание нельзя пройти без доната. Ну, если вы просто не живете этим компьютером. Поэтому они сразу добавили возможность досрочно открывать и скипать задание. И это достаточно гениально. И получается, что с каждым левелом эта функция дороже и дороже. А если быть точным, на 100 рублей. То есть на первом левеле, если ты не хочешь выполнять какое-то задание, ты можешь заплатить 100 рублей и скипнуть задание, либо ты можешь заплатить 100 рублей и открыть еще дополнительные задания. Но с каждым левелом это дороже и дороже. И соответственно, на пятом левеле такое уже стоит по 500. 100% кто прошел до конца, донили какие-то бабки. У кого я не спрашивал, все донили. Ну и соответственно, здесь тупо посчитать, ну никак. Поэтому давайте в среднем возьмем 500-1000 рублей с человека, что каждый человек, который донил в Батл Пасс, задонил где-то так. Но вы должны понимать, что есть такие люди, которые задонили. И прошли сразу там половину БП. Условно 50, 30, 20, 10 тысяч рублей сразу же. И таких людей может быть достаточно много. Ну или сразу все 165 тысяч и сразу пройти за один день. То есть давайте подведем итог. Батл Пасс, который казался всего 800 рублей стоит. На самом деле стоит нифига не 800, а как минимум несколько тысяч. Но если вы его не планируете проходить, а купили его ради того, чтобы не слетал ран на работе. Поэтому если мы возьмем этих два фактора ко вниманию, то и выходит, что разработчики с Мотер Рейдж смогли заработать на Батл Пассе, ориентированно по моим расчетам от 1,5 до 3 миллионов рублей. А может и больше. Конечно же, только им это и ясно. Но в любом случае, Батл Пасс на любом проекте это пипец выгодно, так как функционала почти не добавляют, а добавляют какие-то эксклюзивные погремушки. Ну и в принципе на этом все. Ну а у меня на этом все. Вот такой дюдос вышел. Пиши обязательно в комментариях, был ли у тебя Батл Пасс, успел ли ты забрать Ламбу или Феру, сколько задонил на прохождение, и как тебе вообще Батл Пасс, будешь ли ты покупать следующий. Ну если он конечно выйдет. А я думаю, что он 100% выйдет. Так что давай, спускайся, пиши, будет очень интересно почитать, как и мне, так и другим игрокам твою историю. А с тебя обязательно лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Ну контент же годный, ё-моё. Также колокольчик нажми, чтобы смотреть всегда мои ролики первым, и подписывайся, чтобы их никогда не пропускать. Ну с тобой был Левен, всем желаю хорошего дня, всем удачи пацаны, и всем пока.